это кстати распространенный миф что на упаковках парфюмерии пишут состав обалдеть добрые люди ходят и собирают эти камушки фекалии капского дома так знаешь кто мог бы пахнуть надежда бабки спасибо если какой-то парфюм антистресс и что возможно должно войти в его состав отрыжки кашелота ценник может доходить до сотен тысяч евро за флакон я не хочу так дешево дайте подороже это как я филосик из дептик мыл полы всем привет друзья мы продолжаем наш мистический сериал под названием разоблачение ароматов и в этой студии напротив меня снова ярослав симонов ярослав привет ты собрал максимальное количество приятных положительных комментариев под предыдущим выпуском надо сказать поблагодарить наших зрителей за это кстати всем большое спасибо да они у нас такие знаешь придирчивые не всем отвешивают комплименты и сегодня мы будем разбираться почему существуют парфюмы за несколько десятков тысяч рублей а почему существуют парфюмы за несколько просто десятков рублей чем они принципиально отличаются что внутри этих флакончиков и разберем разные ситуации и какие ароматы подойдут для этих самых событий приступим же ну давай скорее я когда говорил про несколько десятков рублей несколько десятков тысяч не был голословен у нас на столе есть вот такая великолепная вещь кстати он не один у нас есть вот ему пара вот значит одеколон шиппор вообще я да одеколон я боюсь это открывать поверь мне она практически не пахнет кстати пахнет очень приятно между прочим еще это неправда давай что входит в состав вот этого чудесного слушай напитка хотел сказать практически ничего кроме спирта серьезно не ну я шучу конечно вы что мы просто имеем дело с масс-маркет сегментом я думаю что надо медленно верно ввести понятия вообще различных сегментов рынка парфюмерного да есть определённое деление на продукты и строится это деление как на ценовой политики так и на скажем так клиентоориентированности да у одеколона саша есть свои поклонники есть аудитория которая покупает и на самом деле в россии есть определенные путаницы вот это в россии настоящей масс-маркет потому что это одеколоны которые продаются в ашане Да, именно. Ключевое здесь правило дистрибуции. А деколон Сашевым мы можем встретить в Ашане, например, или, там, я не знаю, в Ленте, может быть. В Дикси. В Дикси. Смысл в том, что это не парфюмерные магазины, у которых нет дистрибуции. И, соответственно, положение флакона, его цена определяется очень рандомно. То есть люди, которые приходят в магазин, они просто, не знаю, вообще пошли купить курицу и чего-нибудь еще, и вот купили себе деколон Саши. По-моему, у него сейчас цена типа рублей 120. Ну и, соответственно, самое дорогое, что в нем есть за эти деньги, это флакон. Содержимое стоит, я думаю, меньше нескольких рублей, может быть, даже. Хорошо, но что там, кроме спирта, как ты считаешь? А, ну, я вообще плохо знаю, с чем работает новая Заря. Ну, смотри, здесь есть вообще-то состав. Алкохол, аква, парфюм. И дальше идет название химических соединений. Да, которые, мне кажется, можно до места все еще увидеть. Разумеется, потому что это состав не самого парфюма, парфюмерная композиция, скрыта под словом парфюм, собственно говоря, который в составе указан. Все остальное — это перечисление аллергенов. Да, это, кстати, распространенный миф, что на упаковках парфюмерии, наобороте или там где-то еще, на специальные наклейки, пишут состав. Типа там линолол, лимонен, гидроксицитронилаль, там, я не знаю, что тут еще у нас, гексилсиномаль, цитронилол и так далее. И все думают, что это состав парфюма. Когда я занимался обучением парфюмерии, мне рассказали страшную байку о парфюмерии, который брал просто все компоненты, указанные на упаковке духов, и смешивал из них композиции. Разумеется, у него получался просто харш. То есть, что такое харш? Это композиция без баланса, просто жутко пахнущая. Потому что то, что здесь указано, оно, кстати, будет указано не только на деколоне Паша, оно будет указано на коробках всех парфюмов, вообще без исключения. У нас есть правила, которые требуют от нас вынесения на упаковку аллергенов. Это аллергены, то есть вещества, вызывающие определенную иммунную реакцию у человека. Если ты, допустим, знаешь, что ты аллергик, ты знаешь, допустим, триггеры. Если ты видишь в списке там что-то из этого, то ты не должен это использовать. То ты не должен это пить, как минимум, мне кажется. Пить или мазать? Ну, я бы не стал мазать даже. Ну, как бы, я не знаю, ты вот последний раз одеколоном Саши или Паши когда пользовался? Никогда. Никогда, да. Я вот, наверное, последний раз, когда мне было 6 лет, у меня бабушка, по-моему, что-то дезинфицировала мне, какое-то царапинное имя. Собственно говоря, обычно они покупаются для этого. Но факты стоят фактом. Кстати, как тебе шипр пахнет? Ну, у меня нет каких-то эмоций, знаешь. Мне сегодня сказали, что он пахнет... Я просто показывал его на лекциях. Мне сказали, что он пахнет туалетом в торговом центре. Это, на самом деле, композиция, которая выстроена вокруг аккорда «Нарцисс». Она очень анималистичная, но из-за своей дешевизны она звучит просто кошмарно, если честно. Вот. Но на самом деле не так плохо для оценителя. Ну, не ужасно. Прям не ужасно. Но я не скажу, что я пришел в какой-то восторг. И здесь на контрасте мы переходим, например, сразу вот к такой красивой, невероятного цвета коробочке. Внимание, вот она. Дело как парфюмерные блогеры. Вот так. Здесь находится вот такое... Я в шоке, кстати. Сейчас, подожди. А сколько тысяч рублей это стоит? По-моему, он стоил 56, но у меня... Сам я себе его не стал покупать, разумеется. Мне он достался в качестве подарка за помощь бренду в свое время. Это бренд «Рубеус Милана». Ну, с точки зрения позиционирования самого бренда, это ультра-тяжелый люкс. То есть это дорогая парфюмерия, продающаяся только в определенных точках, которые требуют определенных правил и презентации. То есть во время продажи и определенные правила дистрибуции. По всем этим параметрам это не люкс, тем более тяжелый. Это скорее ниша. Как я сказал, есть разница. Есть масс-маркет. А для кого он, Саша, держу в голове. Есть, мы говорим о европейской системе, «Селектив». Это бренды «Прада», «Шанель» основной коллекции и так далее. Все, что мы видим в магазинах а-ля «Сифара», «Ильдебате», «Ревгош», «Литуаль» и так далее. В обычных. Есть люксовый сегмент. Это коллекции брендов, которые представлены либо в бутиках бренда. То есть это «Армани Преве», «Коллекцион-эксклюзив», «Диор-эксклюзив» и так далее. Есть ниша. Ниша продается только в специализированных магазинах. И, скорее всего, эти бренды не производят еще и джинсы, футболки и все остальное. Они занимаются только парфюмерией. В России, словом, «селектив» обычно обозначается или «ниша», или «бутиковый люкс». А масс-маркетом обозначается как раз «селектив». То есть то, что мы обычно видим в типовых парфюмерных сетях. Все, теперь мне стало наконец-то понятно. А теперь объясни мне, пожалуйста. 120 рублей и 50 тысяч рублей. Что здесь содержится на такую небывалую сумму? Ну, давай начнем с того, что, во-первых, замечательные шкатулки из лакированного дерева с барханной подложкой как бы стоят недешево. Во-вторых, ты держишь в руках пластиковый флакон с бакелитовой крышкой, произведенной, скорее всего, на ликер-водочном заводе. Я думаю, что цена флакона, ну, как бы рублей 10, наверное. А дальше ты берешь нетиповой парфюмерный флакон. Форма этого флакона уникальна. Таких флаконов не существовало в стоке до того, как бренд не решил производить свою парфюмерию. Здесь есть металлизированная часть, которую, поверьте мне, как производителю, очень тяжело писать в флакон так, чтобы это нормально работало, не отваливалось, не сбивалось и так далее. Когда стекольные заводы в Европе, а это стекло точно производится европейским заводом, это я знаю, берет заказ на авторскую форму, он требует у заказчика обычно порядка, ну, от 100 тысяч экземпляров. То есть 100 тысяч форм, ну, то есть 100 тысяч флаконов должно быть изготовлено в одной партии. То есть мы понимаем, что позволить себе произвести авторский флакон может только очень хорошо сбюджетированный бренд, так скажем. Это самая дорогая упаковка плюс флакон. Содержимое всегда дешевле. Это, кстати, тоже еще один миф, что мы постоянно покупаем духи за драгоценные ингредиенты, которые содержатся внутри. Я так думал тоже. Да, вот. На самом деле даже самые драгоценные ингредиенты, разведенные в том количестве, которое они здесь разведены... В цистерне. Из которой разливают потом это все. Ну, какая разница, концентрация будет одна и та же. Но это все равно намного меньше, чем стоимость самого флаконной коробки. И то, что я как раз сегодня хотел показать, разница в подборе ингредиентов для создания композиции. То есть вот этот миф о том, что драгоценных ингредиентов не существует или они не так много стоят, он отчасти, конечно, имеет место быть, но с другой стороны мы действительно видим разницу. Давай сравним. Дентельмена Живанши. В нем есть такая нота, которая отвечает за ирис. Это пудровый парфюм мужской, достаточно фруктовый, но при этом... Это вечерняя версия как раз люксового сегмента. То, что в России называется масс-маркетом. То есть это можно найти в каждом магазине. Единственное, я не уверен, что они до сих пор производят именно этого джентельмена. Чем тебе пахнет? Пахнет салоном автомобиля. Ммм, хорошая ассоциация. Окей. Цветами тебе какие-нибудь пахнет? Она такая зеленая плюс пудровая. Видишь? Ничего такого я не чувствую. Я не знаю, что со мной не так. Я понял, в чем на самом деле моя особенность это или нет. Но я когда вдыхаю, я почему-то представляю себе не... Типа, мне никак в игровом автомате выскакивают ингредиенты вот так вот, да? И пахнет этим, 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 этим или слова. Мне представляется какая-то картина внезапно. Это, кстати, сейчас абсолютно правильное восприятие. Мне представляется какой-то салон автомобиля хорошего, такого дорогого. Пахнет роскошью, короче, я понял. Ну, как-то да, пахнет дорого и по-мужски очень, да, знаешь. Ну, кстати, еще один маркер очень важный, который ты сейчас сказал. Я прямо хотел об этом чуть дальше поговорить. Ты прямо снял с языка. Это хорошо четко читаемая гендерная принадлежность. Да, здесь она очень четко читается. Селективный сегмент, или наш масс-маркетный сегмент, да, он работает с аудиторией, которая не привыкла гадать. Она принимает решение о покупке в течение 15 секунд обычно. То есть ты приходишь в магазин, все должно быть понятно с самого начала. Пахнет мужчиной, мужиком, по-мужски и так далее. Вот все эти слова. Дорого, салон автомобиля, чистота, кожа, там, фужер, цитрусовый. Все ясно. Мужская парфюмка для человека, у которого, ну, как сказать, не то чтобы притязательный вкус, это вечерний все-таки парфюм, то, что он пудровый. То, что ты сказал, салон автомобиля, скорее всего, отсылает в тему замши. Кожа, которая, собственно говоря, этот салон формирует. И как это связано со словом пудровый? Тем, что замша – это кожа, которая обладает пудровой текстурой. А, все. То есть правило составления аккорда замши заключается в том, что ты берешь кожаный аккорд и делаешь его пудровым. Пудровый сделается за счет, ну, отчасти ирисовых нот. Именно поэтому я привожу этот парфюм в пример, как ирисовый парфюм. А что ему придает мужиковатость вот эту? Определенные компоненты, которые являются компонентами-маркерами. Скорее всего, какой это вот здесь? Легко. Это здесь легко. Сейчас. Я надеюсь, я его взял. А, да, вот он стоит. Скрывается он под аббревиатурой DHM. DHM. DHM? Да. Я потом скажу, как он называется целиком. Понюхай и скажи свою первую ассоциацию. Знаешь, чем пахнет? Тоже ситуация какая-то из детства. Типа я у бабушки, например, и открываю шкаф с медикаментами. Ну, то есть медицинский теперь. Такой. Причем шкаф, в котором медикаменты еще с 50-х годов стоят. Использовать уже не надо, да? Использовать уже не надо, знаешь, и что-то вот такое. Почему-то такая у меня ассоциация. Я не знаю, что это. В возникающей ассоциации чаще всего называют автошейф. То есть гели после бритья, пену для бритья. А, все, я понял, все. У меня запахло джилет. Да, вот, вот. Сейчас, в эту секунду. Вот. Это, кстати, опять же, живительная сила маркетинга. То, что парфюм без сторителлинга и без его презентации – это совершенно другая история. Это компонент, который называется дегидромерсенол. Или дегидромерсенол, по-русски он. Люди, которые занимаются парфюмерией, знают, что это такое. Это маркер на мужской характер в парфюмерии. То есть ты берешь какую-то композицию, добавляешь в нее этот компонент, и все, ну, большинство пользователей воспринимают этот парфюм как мужской маркер. Это не очень дорогой ингредиент или дорогой? Дешевый, очень дешевый. Дешевый, очень дешевый. Поэтому в любую пену для бритья... Постоянно, да. И можно его налить. Есть небольшая оговорка, которая связана с тем, что есть требования по содержанию определенных ингредиентов, по их аллергенности, которые могут использоваться в разных продуктах. То есть, например, в парфюмерии можно использовать широкий набор ингредиентов, потому что они контактируют только с кожей. В гелях для бритья, пенах для бритья и лосьонах после бритья требования к составу намного более высокие, потому что там есть условия, которые прописаны в технических документах. Это возможный контакт с жидкостями организма. То есть ты бреешься, и у тебя, допустим, порез небольшой. И ты... и пена туда может попасть, и лосьон после бритья должен туда попасть. И используются максимально гипоаллергенные компоненты, которые имеют максимальную биосовместимость. Он еще используется, потому что он, во-первых, маркерный, он понятный, у него четкий характер. А во-вторых, он не очень аллергенный. Точнее, совсем не аллергенный. Именно поэтому он как бы входит просто потому, что не так много таких. А слово «ирисовый»? Вот. Да. Да. Причем здесь ирис? Я как раз и хотел вернуться к этому. Я хотел тебе показать... Я плохо помню, как пахнут ирисы, кстати. А я тебе сейчас напомню, собственно. Хорошо. Мы говорили о том, что разные ингредиенты используются в разном сегменте. Люксовый сегмент... Ой, прошу прощения, люксовый. Селективный сегмент, он требует от компаний, которые производят эту парфюмерию, довольно серьезных... Ну, такого серьезного просчета к составу парфюма. Потому что там все идет по коммерции. И на самом деле селективный сегмент, он наиболее коммерческий. Потому что там делается 80% всех денег, которые вовлечены в парфюмерную индустрию. Что это? Это... Не говори. Окей, да. Опиши свои ассоциации. Ну, это точно какая-то история. Ну, это ирисовая история. Это конкретный компонент. Он называется... Ты можешь, кстати... Интересно, ты сможешь его прочитать? Так, тут все написано. Дигидро... Дигидро... Дигидро и анон-бета. Дигидро и анон-бета. Боже мой, как будто у меня отклонения какие-то есть в развитии. Сейчас было, мне кажется, это так выглядело. Нет, все нормально. Все нормально, на самом деле. Дигидро и анон-бета — это иононы. Это вещества, которые вызывают у нас ощущение пудры. И они же отвечают и в природе, и на самом деле в... Не в природе, это синтетические молекулы в основном, за запах ириса. Он пахнет достаточно чисто. Он пахнет чаем чуть-чуть. Он пахнет пудрой. Он пахнет землей. Он очень цветочный, как фиалка. И он звучит очень чисто косметически, я бы так сказал. Потому что у нас возникает ощущение какого-то пудры или косметики. Так могло бы пахнуть просто какое-то обыкновенное мыло. Именно. Кстати сказать, они и в мыле часто используются. Это компонент. И очень много родственных ему ингредиентов используется в люксовом сегменте для создания ирисовой ноты. Сейчас с этим между делом будет тебе вопрос такой. Давай. А самый дорогой парфюм, сколько он стоит? Насколько я знаю, Рожа Дафф очень любит делать очень дорогие духи. Это британский бренд. Там типа флаконы по 190 тысяч, по 250 тысяч, что-то такое. Но при этом они делают... Рублей. Рублей, да, рублей. Но на самом деле лидируют по цене, наверное, какой-нибудь ближневосточный рынок. Не знаю, там Арабские Эмираты, что-нибудь такое. Где есть линейки местных брендов. На Уди, например, на чем-нибудь еще. Со слитком золота внутри флакона. Ну, тут как бы нельзя разделять, наверное, парфюм и упаковку, как и здесь, собственно говоря. Там, конечно, ценник может доходить до сотен тысяч евро за флакон. Был такой парфюм. 610, по-моему, тысяч евро. Его купил какой-то шейх. И там просто, наверное, полутораметровый ларец, сделанный из золота, драгоценных камней. Все, теперь я понял, да. Я только представлял себе это. И там вот какая-то такая вялка внутри стоит. И что-то в ней есть. Жесть. Вот чем тебе пахнет. Это натуральное масло ириса, которое получают из ирисовых корней после их ферментации. Это, кстати, довольно дешевое масло. Потому что они по качеству отличаются. И качество, соответственно, влияет на цену. Это дешевое. Оно всего 2-2,5 тысячи евро, наверное, за килограмм. Я бы никогда в жизни не подумал... Что это ирис. Да. Что это вообще-то изначально был цветок. Кстати, это... Вообще не цветочное ощущение, что это какая-то промышленность. Ну, какая-то техническая история. Техническая история, да. Но для меня это пахнет землей, корнями больше, чем вообще цветочной. Цветочности тут нету вообще совсем. Но, по сути, это действительно запах ириса. Потому что в парфюмерии используются не цветы, а корни, которые долго ферментируются, там его 2 года выращивают, там потом, значит, очищают, режут на такие слайсы и сушат несколько лет. Он ферментируется, и в зависимости от того, сколько он ферментируется, там образуются как раз те самые иононы, только природные, которые определяют его ценность. И в зависимости от того, сколько он пролежал, типа 3 года, будет одно качество масла. Пролежал 5 лет, будет другое качество масла. Пролежал 10 лет, будет третье качество масла. И ценник, соответственно, как ты понимаешь, возрастает в геометрической прогрессии. А он здесь есть в составе вот этой штуки? Вот этой штуки точно нет. Потому что он не проходит по коммерческим требованиям к формуле. И в этом сегменте... То есть то, где содержится масло ириса, вот это конкретно, будет стоить дороже. Разумеется, на много разы. Есть другой пример, кстати сказать. Хорошо. Давай что-нибудь, что приведет меня в чувство. Или наоборот. Хорошо. Я всегда очень люблю давать этот компонент людям, которые не занимаются парфюмерией, потому что мне очень ценно собирать... Вот я открыл его, я все чувствую. Собирать данные от тех, кто не искажен восприятием профессионального. Не искушен. Да, не искушен. Ну, кстати, пахнет довольно приятно. Я подозреваю, что это какая-то, наверное, гадость. Нет. Нет? Нет. Блин, хорошо. Я просто все жду подвоха. У меня есть травматичный опыт со струей бобра. Это моя жизнь. Он, кстати, был не только из-за меня, на самом деле. Богдан тут тоже постарался. Да, да, да. Они тут все старались. Сейчас еще прилетела инфа о том, что есть какой-то компонент, который добывается из яиц лося или оленя. Что-то с яйцами оленя, короче. Понял? Ну, если честно, я не слышал. Меня, наверное, дезинформировали. Но я могу тебе привести аналогичный пример, в котором я уверен. Современным заменителем серой амбры натуральной, то есть это отрыжки кашелота, является хирациум, африканский камень. А это окаменевшие фекалии капского домана. Капский доман — это такое животное, похожее на суслика, только злее. Вот. Вот они всей стаей как бы ходят в одно место, но там это все дело накапливается, потом оно некоторое время ферментируется, потом это дело собирают, абсолютируют, добавляют в духи. Обалдеть. Подожди, отрыжка кашелота еще раз. Ну, серая амбра — это что? Это продукт желудочно-кишечного тракта кашелота, который вышел не через второе отверстие, а обратно через первое. Он питается кальмарами глубоководными и не полностью их переваривает. У него там в желудке накапливается, ну, назовем это погадкой. Вот. И в какой-то момент становится этого все очень много, и он просто это... Выдает обратно. Выдает обратно. Вот. Это такое очень дурно пахнущее маслянистое, пастообразное образование. Оно плавает в море долгое время, потом его выбрасывают на берег где-нибудь на Мадагаскаре, и добрые люди ходят и собирают эти камушки, вот, тыкают в них горячей иголкой для того, чтобы определить запах, и собирают серую амбру драгоценную, которая обладает таким... Обалдеть. Как это сказать? Ну, в общем, это и афродизиак, и фиксатор парфюмерии, и один из самых дорогих парфюмерных компонентов. В прошлом веке ради нее убивали кашелотов, потому что их убивали, вскрывали и искали в желудках серую амбру. То, что искать ее на берегу, это очень тяжело. Ну, как бы, да, есть вероятность того, что ты ничего не найдешь. Сейчас уже не убивают? Нет, сейчас запрещено. Хорошо. Так, что вот это? Это компонент, который определяет ноту цветка апельсина во всех парфюмах. Особенно часто он встречается в парфюмах, посвященных как раз флёр д'оранжу, то есть это всякие нейроли истории, цветок апельсина, вот это вот все. В одеколонах он часто лежит. И парфюм, который часто используется в композициях а-ля тубероза. Плотные белые цветы. Да, вот поэтому мне и понравилось. Да. Он называется метилантронилат. И по мнению многих, он пахнет либо синтетической отдушкой винограда, типа Изабеллы, либо китайским супермаркетом. Я понял, чем это пахнет. Это вот пахнет дешевыми резиновыми тапками. Понял? Которые на рынке или где-то. Я тебе только что это и сказал. Действительно так оно и есть. Почему мне так понравился этот запах? И у меня есть вопросы. У меня, кстати, вопросов нет. Есть ряд определенных каких-то ситуаций. Ну, например, это свидание. Так. Предположим, первое. Когда люди еще не виделись вживую. Какие рекомендации мы можем дать? На что обращать внимание в первую очередь? Мужчинам или женщинам? Я подозреваю, что большинство нашей аудитории женское. Поэтому давай начнем с женщин. Тут очень сложно на самом деле, потому что правил ношения парфюмерии особо нет, если ты комфортно себя в ней чувствуешь. Потому что в первую очередь человек поглощает тебя как личный бренд. И парфюм, я тут слышал такую цитату, что парфюм является аспектом имиджа. Это просто профиль, который дополняет образ. Да. Это 100%. Все зависит от того, сколько вам лет, какой у вас характер, какая у вас задача. Мы сейчас переходим в стереотип. Ну ладно. Во-первых, мы должны определиться, идем мы туда вечером или днем. Потому что парфюмы все-таки я в своей голове, опять же дисклеймер в своей голове, делю на вечерние и дневные, условно говоря. Утренних нет, потому что лично я на свидание утром не ходил никогда, поэтому считаю, что это время вообще не существует. Поэтому давай говорить про вечер. Если вы мужчина, к примеру, и вы вечером идете на свидание, вам предпочтительнее как раз плотные, сладкие, теплые, пудровые, табачные истории. Вот, например, у нас есть прекрасный парфюм Armani Ode Nui. Это плотная, сладкая, табачная, вечерняя парфюмка. Помнишь, я тебе в прошлый раз рассказывал закадровую историю, что у меня есть на Кеннет Кол вот этот дешманский парфюм, который... Ага, да-да-да. И он очень на него похож вот сейчас становится. Саметь, у нас есть очень похожие парфюмы от совершенно разных брендов, но при этом из одного сегмента. Это, кстати, связано опять же с тем, что это тот сегмент, который создает понятные вещи, которые на самом деле часто повторяются. Вот это, я тебе сразу скажу, этим пользуется мой папа, как любой такой взрослый человек, выросший, воспитанный в Советском Союзе, он очень так по праздникам пользуется парфюмами. И вот я помню, что я ему подарил вот этот парфюм. Это Дермес, да. Мне кажется, лет пять назад. И он у него до сих пор есть. И он наносится только вот... А почему он нравится, кстати, твоему папе? Он же нравится? Нравится, да. Не знаю. Это самый продаваемый, один из трех, наверное, самых продаваемых мужских парфюмов в... В мире? Да, в мире. В мире. А самый первый, самый на первом месте что? Это зависит от страны. Это же не постоянная штука, да, там, чарт общий, общий никто не собирает. Интересно, в России самый продаваемый мужской парфюм, это... Я думаю, это либо Саваж какой-нибудь. Да, 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 да. Джонни Депп, вот это вот все. Точно. И Тер-Дермес, я уверен. Да, да. Но он в тройку, в сто процентов. Однозначно. Есть инфа, что один из самых продаваемых еще Босс какой-нибудь. Окей. Ну, какой... А, типа Хуго Босс какой-нибудь. Типа Босс Ботлот, например, или Босс The One, там, я не знаю, что-нибудь такое. Или Хуго от Хуго Босс, что-нибудь такое. Да, да, да. Джаред Лето еще рекламировал его миллион лет назад. Это очень понятная, очень популярная история. Мне папа пользовался очень много парфюмами Босс. Они просто все очень похожи мимо меня человек, с ним я его знаю. Он абсолютно уникален. В этом его прелесть и в этом его недостаток на свидании. С одной стороны, это беспроигрышный вариант, потому что я его вижу, как и... Типа его можно днем надеть, он совершенно нейтрален. Вечером при каком-нибудь, ну, каком-то строгом костюме или просто в рубашке, как бы я думаю, он прекрасно будет. Так же, как он будет с кожаной курткой считаться идеально вообще. Да, потому что мне кажется, здесь есть это кожаное... Ветивер, здесь кожаный ветивер как раз. Я, кстати, вспомнил историю, как он оказался у моего отца, потому что мне его подарила знакомая моя, но я был настолько еще юн для того, чтобы носить нечто подобное, что я как бы сначала его экспроприировал отец, и он у него начал им пользоваться, и я стал его обновлять. Вот. Ну да, он вот как раз... Взросленький. Вот, да. Так, смотри, есть вот такое безумие. Значит, рассказываю историю того, как это у меня появилось. Это твой, давай. Ты представляешь, да, чем это пахнет? Нет, нет. Значит, рассказываю. Я ехал, плыл точнее, на пароме из Стокгольма в Ригу. Так. Это было довольно давно. Мы сильно напились, и пошли... Ну, какое-то развлечение же нужно на этом пароме, и мы пошли развлекаться тем, что пошли в магазин вот этот дьюти-фри или что-то там такое. Так. И там было приобретено вот это, и, ну... Я этим... не пользуюсь вообще, потому что пахнет это дико странно. Но это, в принципе, вот как ситуация сейчас описанная, паром, непонятно откуда, непонятно куда, абсолютно... Это жакфат. И вот такой вот запах. Что это такое ужасное? Нет, это не ужасное, это суровая ниша. Это пахнет ядровыми орехами, постиранными в стиральной машине. Да. Потому что это, с одной стороны, что-то такое орехово-кремовое, чуть-чуть мягкое. Но с другой стороны, постиранное. Очень химозное. Ну, в смысле, с очень сильной синтетической темой, которая дает ощущение чистоты. Видишь, мне даже плохо стало. А ты им пользуешься? Я им не пользуюсь практически. Но это вот то, что там израсходовано, это я просто говорю, боже, ощути, какой кошмар. Даю так вот людям, значит, попробовать. Ты должен с них деньги брать за дистрибуцию. Да, да, да. На самом деле, мне кажется, что если ты хочешь, чтобы это свидание было последним, нужно нанести вот его. Я не знаю. Если ты идешь в какой-нибудь андеграундный клуб тусоваться, то я бы, наверное, кстати, вместо Тердер Мес надел бы его. Ну, maybe, да. Из всего арсенала, который я принес, часть своего, я бы вот это и вот это использовал. Ну, смотри, здесь ты выбрал люксовые линейки. Это кашемировый чай, я так понимаю. Я не знаю этот бренд, потому что Диор выпустил какое-то безумное количество духов в своей private collection. Вот. И, если честно, я послушаю, да, мне просто даже интересно. Это премьера у тебя, да, сейчас? Да, сейчас вообще. Обожаю магнитные крышки у Диоры и Шанель. Кстати, давно им уже пользуюсь достаточно. В осеннюю... Да, это пахнет черным чаем с бергамотом. С такой легкой табачностью, на мой взгляд. Я очень люблю все, что связано с чаем. например, в Лилабо черный чай у меня был. Я его очень сильно люблю и хочу его, кстати, повторить. Леша пользуется только парфюмерией из... Ну, практически только парфюмерией из люксовых линеек. У тебя из селективного сегмента был только вот аналог Armani. А все остальное у тебя коллекцион эксклюзив, Armani Privé, Hermes. Ну, так случилось, да. Прикольно то, что... Вот он тебе полностью нравится. И его база, она такая немного мшистая, древесная. На самом деле, это шипр, на мой взгляд. Это такой чайный шипр. Это имеет какое-то отношение вот к этому. Ничего, кроме названия. Дело в том, что слово шипр в русском языке опоганено как раз именно этим парфюмом. Да, поэтому, когда я слышу шипр, мне представляется вот это. Я надеюсь, что однажды это исчезнет из... Ну, я имею в виду не сам парфюм, а вообще его коннотация отрицательная из сознания людей. Шипр — это структура композиции. Это не конкретный парфюм. Это структура, в которой верх композиции сильно отличается от его базы. У тебя есть смена характера. Все. Я тебе советую попробовать маск Милана Russian Tea. Это такой нишевый бренд. И вот как раз у них есть классный парфюм тоже вокруг чая, который тоже шипр, он будет похож. Ну, не похож, он просто еще одна версия классная. Я не знаю, стоит ли слушать Eau de Citroën Noir, потому что я его не люблю. Среди всех одеколонов Hermès это мой самый нелюбимый. Да? Да. Его сделала Кристина Нажель, и это, как говорится, плохая Кристина Нажель. Она делает гениальные вещи, либо непонятные вещи, потому что он мне сводит скулы. Это реально? Да. Вот он настолько кислый, это действительно как бы лимон. Сводит, да, тебе? Я прям вижу. И он еще очень древесный. Кристина Нажель, короче, у нее есть такая тема, она очень любит древесно-амбровые материалы. Видишь такое шуршание в носу, которое он вызывает. Это вот такая деревяшечка такая активная. Это древесные материалы, древесно-амбровые. И мне это вот как раз в ее работах не нравится. А что она еще создала из такого известного? Ну вот она как раз сейчас действующий парфюмер дома Эрмес. А, да? Да, она сменила Жан-Клод и Лена. Они вместе сделали Галоп. Ага, а вот это сделал? Это Жан-Клод и Лена сделал как раз. Жан-Клод и Лена сделал же вот этот парфюм, кстати. Есть одеколонная коллекция Эрмес, а есть коллекция Эрмесанс Эрмес, которую в основном сделал Жан-Клод и Лена. Это мой любимый парфюм из этой коллекции. Он у меня, правда, в виде маленького тревела. Я считаю, что вот этот парфюм можно надеть и мужчине, и женщине на любое свидание в любое время суток. Так. Но это мое личное мнение. Но мне пахнет алкоголем. Уже очень хорошо. Алкогольная нота подходит всем, кстати, и мужчинам, и женщинам. Мне пахнет алкоголем, конфетами и каким-то цветочком. Ага. Не пойму, каким. Парфюм называется Ваниль Галан. Парфюм, посвященный, собственно говоря, запаху ванили, точнее, ее стручков, причем неспелых. И сделано это через цветочную ноту иланга натурального. Иланг — это белый цветок такой, который по запаху очень близок к лилии, но с одним маленьким отличием. Ну, точнее, отличий на самом деле много, я лукавлю, что это маленькое отличие. Но вот сейчас он в открытии, знаешь, чем мне пах? Именно потому, что это иланг? Бананом. Кстати, интересно, каким алкоголем тебе пахло? Ликером каким-то. Сладким. Ну, то есть это какой-то сладкий ликер, на самом деле это, собственно, ваниль. И она абсолютно, на мой взгляд, гендерно нейтральна. Ну, то есть, может носить... Но я же могу представить тоже на ком угодно. Да. Поговаривают, что идеальный вообще ингредиент для женского парфюма это ваниль с точки зрения мужского взгляда на нее. То есть, если мужчина учуевает ванильный какой-то аромат, то ему все нравится. Ну, в принципе, это имеет место быть. Ванилин у нас селективно воздействия на определенные рецепторы и в носу, и в мозгу, соответственно. То есть, сигналы от них передаются в определенное место. И он у нас связан с выбросом эндорфинов. То есть, мы получаем удовольствие, вдыхая запах ванили. Когда к этому примешивается какая-то, ну, скажем так, сексуальная коннотация... И алкоголь. Ну, это да. Вообще хорошо. Да, да, да. Собственно говоря, ты получаешь уникальную комбинацию эндорфины плюс раскрепощение плюс объект твоего сексуального желания. Ну, тут возникает вопрос как бы о закономерном... А нужно ли что-то еще? Да. Вообще-то не нужно. У нас, мне кажется, самый популярный вариант аромата для дома это как раз свеча, наверное, и диффузор. Диффузор. Диффузор скорее. Свечи у нас, как и, по-моему, в Финляндии, что ли, они у нас сезонные. Зимой, да, очень популярно. А вот летом как-то не все жгут свечи. Я просто представил себе в Москве свечу, значит, в квартире зажечь в жару. В 30 градусов, да. Еще без скандия. Да, супер. Хочу. Скорей бы. Но вообще в России самые популярные диффузоры. Они популярны из-за их утилитарности. Ты, значит, купил коробку, пришел домой, распечатал, открыл, значит, флакон или перелил в вазочку, вставил палки и забыл на пару месяцев. Единственное, может, через сутки палки перевернул. И раз в неделю их переворачивать тоже полезно. Да, вот насколько дорогие ингредиенты внутри парфюмов для дома? Обычно очень дешевые, на самом деле, потому что удельно, то есть по массе парфюмерных компонентов входит намного больше в каждый диффузор, в каждую свечу, чем, например, во флакон духов. Ну, допустим, там вот у нас вот это 100 мл, да? В 100 мл порядка 8-10 граммов парфюмерной композиции. В свечке, которая у тебя полкило, будет 50 граммов композиции. У меня в руках спрей от брендов Акашима Перфюмс. Это аромат для дома. Это аромат для дома. Да, это наш эксперимент, который, я должен признать, я признаю такие вещи, неудачный. Почему? Потому что у нас не принято использовать спреи для дома. Именно потому, что люди, ну, я не могу сказать, что они ленивые. Но как-то вот... Как-то вот неактивненько. Я понимаю, типа ты поставил и забыл про него. Да. Как-то мы тут до съемок это обсудили, да? Ты дома пользуешься спреем для дома, парфюмами, которые тебе не нравятся, которые тебе подарили друзья. Да, да, да. И они стоят в туалете. Вот у меня, например, там стоит этот, господи, Карл Лагерфельд. Какой-то жучайший просто. Это как я филосик из дептик мыл полы. Да, почему? Ну, это дорогая парфюмерия, но он был очень сладкий, и он просто... Но при этом мне было жалко выбрасывать, и я поэтому брызгал в ведро и мыл полы. Вот это очень классно пахнет. Он действительно здоровский. И мы сделали пробную партию. Флаконов по 30, у нас было три разных. И они практически не продались. Как раз потому, что у нас нет культуры использования. Ну, то есть, у нас люди не готовы платить за спрей, ну, за хороший спрей, это хороший спрей. Здесь дорогая достаточно формула, потому что я не умею делать дешево, как парфюмер. Какая особенность. Да. Кожура свити, пион, джинн, и, по-моему, здесь... А, крыжовник. Вот, я очень... Слушай, классно пахнет очень. Правда, он какой-то такой очень легкий, не притязательный. И, мне кажется, если бы так пахло от человека, было бы неплохо. Покупали наши спреи ровно те люди, которые использовали их как духи. А это не опасно? Спрей для дома использует... Нет, он абсолютно эквивалентен по составу. То есть, там... Это нормально. Точно те же ингредиенты. Здесь еще, причем, пониже концентрация. Это, по сути, одеколон. Я считаю, что это очень удачная работа, потому что мой брат, брат 16-летний, который вообще не переносит резкие запахи. И я такой говорю, как же так? У тебя старший брат парфюмер, ты можешь попросить все, что угодно. Типа... Он говорит, мне ничего не нравится. И вот эту штуку он сказал, а можно мне такие духи? Я такой, все. Вот это, типа, признание. Ну, потому что он, кстати, ассоциируется у меня с какой-то юностью, легкостью, такой майк такой, знаешь. Сейчас такое время, когда все бесконечно читают новости, приходят от них в ужас, в смятение, впадают в какие-то тревожные расстройства. Или в алкоголизм. Кто-то, наоборот, из этого алкоголизма выходит, как я, например, благодаря какой-то стрессовой, значит, ситуации. В общем, неважно. У всех разные реакции, но так или иначе, все мы хотим немного успокоиться. Так. И вот как ты считаешь, в состоянии ли успокоить парфюм? Да. Есть ли какой-то парфюм антистресс? И что, возможно, должно войти в его состав? Ох, вот это вопрос столь же широкий, сколь и... Я понимаю. Да. Ну, на самом деле, у каждого человека свой парфюм является ресурсным, условно ресурсным. Я очень не люблю это словосочетание, но здесь по-другому и не скажешь. Тот, который нас успокаивает. Потому что люди, в принципе, носят парфюмерию с двумя основными целями. Это либо действительно часть образа, часть имиджа для других, по сути. Ну, или, не знаю, понравится кому-то, да. Либо для формирования настроения. Спокойствие — это тоже аспект настроения, по сути. И у каждого это своё. Но, конечно, есть парфюмы, которые... точнее, не парфюмы, а ноты, которые, в принципе, у нас ассоциируются с чем-то успокаивающим. Например, лаванда. Самый избитый, по-моему, пример всеми аромотерапевтами и аромопсихологами. Но поговаривают, да, что лаванда якобы успокаивает. Да. Типа, и есть прекрасная картинка, где женщина просто завалена этой лавандой. На мой взгляд, среди парфюмов, которые здесь, ближе всего под какой-то профиль, который я держу в голове как некий успокаивающий, наверное, твой ломбарданло. Есть компоненты, которые нас подзаряжают, условно говоря, которые активируют деятельность и мозга, и нервной системы в целом, и вообще просто нас будят, условно говоря. Это пряные, тёплые, сладкие, гурманские, которые, ну, как-то тебя провоцируют на какое-то действие, да? Здесь этих нот нет вообще. Здесь, наоборот, здесь какая-то овощная тема, холодная тема, цветочная тема. По сути, это роза с листом чёрной смородины. Да, да, да. Чёрная смородина популярна в России, точно так же, как популярна во Франции и больше нигде. Серьёзно? Ну, да, потому что у нас есть культурный код на неё завязанный. Ассоциация с дачей, с бабушкой, с детством и так далее. Что-то, что отсылает тебя в детство, когда от тебя ничего не зависело. И ничего не требуется. И ничего особо не требуется, кроме как лечь спать вовремя. И да, и ты не несёшь никакой ответственности. Хочу так. У меня чувство покоя вызывает ещё одна нота. Точнее, даже не нота, а сочетание. Я очень люблю эти духи. Это Шелемар. Это Герлен. Это то, что называется бабка всех ориентальных духов. Я понял. Он стал самым популярным. Это, мне кажется, второй по продаваемости за всю историю женский парфюм. Первый? Первый Шанель номер пять. Ну, может быть, я где-то наврал, но я думаю, Дом Герлен мне скажет за это большое спасибо, а все остальные, про кого я, может быть, наврал, скажут фу. Но вот так знаешь, кто мог бы пахнуть? Надежда Бабкина. Спасибо. Это я. Я не шучу. Нет, я не обижаюсь, потому что он действительно пахнет бабулей. Та самая ваниль, которая вызывает у нас чувство удовольствия, чувство счастья. И, на самом деле, опять же, ассоциируется с детством. Нас очень часто успокаивает то, что ассоциируется с детством. Здесь очень большое количество молекулы этилванилина. Это первые духи в мире, которые его вообще, в принципе, ну, в которых они были использованы. Все, заговорился. В которых он был использован. И он сочетается с огромным количеством бергамота. Чайного такого. Поэтому здесь так и контраст горечи цитрусовой с сладостью. Мне вот, кстати, нравится он. Я теперь понял, почему. Потому что все, где содержится бергамот, мне нравится. Нравится, кстати, в Лилабо, еще мой фаворит после черного чая. Бергамот 20. Там чего-то такое, который почему-то сейчас стоит какой-то миллиард денег. И мне в Хабаровске, в Золотом Яблоке, женщина предлагала близкие к просрочке вот этот вот. Представляешь, в Золотом Яблоке? Я говорю, а сколько стоит у вас? Она говорит, ну вот столько-то. Я такой, что? Она говорит, но подождите, у меня, по-моему, есть флакончик, у которого срок годности заканчивается через полгода. Он стоит дешевле в два раза. Ты взял? Нет. Потому что испугался срок годности? Нет, 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 я не испугался. Я подумал, что зачем мне 28-й флакон духов? Ну или там какой-то 20-й. Некоторые парфюманьяки с тобой бы не согласились, потому что хотя бы по тому, что ты мог бы его перепродать в Москве, уже вскрытый, но за полную стоимость. Идея для стартапа. Мы с тобой парфюм за 50 кусков не послушали. А, да, да, да. Давай все-таки откроем, во-первых, откроем коробку роскошную, дорогую с бархатом внутри и расскажем нашим зрителям и мне. На самом деле это бесплатный эксперимент, который мы сейчас поставим на Леша. Да. Я очень люблю такие вещи. Стоит ли он своих денег? Я подозреваю, что нет. Подожди, ну... Подожди. Не знаю почему, потому что я вообще считаю, что это несправедливо. Что парфюм может стоить 50 тысяч рублей. Это потому, что ты завидуешь или потому, что... Нет, нет, зависит вообще плохое чувство. Я просто считаю, что есть гораздо более приятные ароматы за меньшие деньги. Ты откидываешь бренд пауэр, ты откидываешь имидж, ты откидываешь ну, как бы, очень много аспектов, за которые ты платишь деньги. Такое настроение. Ну, окей, да. Так, что здесь есть? Здесь есть что-то знакомое из того, что мы сегодня уже здесь... Мне нравится. Смотри, как ты складываешь плоттеры. Они у тебя чуть-чуть загинаются вот так. Потому что я держу их на пальце вот так. Мне так нравится. А, все, я понял. Я первое, что почувствовал, у него это мускатный орех, настоящий мускатный орех. То есть вот пряности он, знаешь, ты тыквенным латам не отдал. И масло ириса. Вот масло ириса, да? Вот прям вот ты, как бы, открыл флакон, и ты все сразу понял. Масло ириса прям бомбило во все стороны. Сейчас уже, конечно, больше включились какие-то теплые, теплые древесные темы, типа кедра, может быть, сандал совершенно точно здесь есть. Прям такой бальзамический, хороший. Здесь есть пряности, здесь есть ирис, как цветок, и как, ну и, собственно, масло. Как масло. Вот видишь, моя альфакторная память работает, потому что то, что я сегодня ощутил уже, вот это я могу распознать, все остальное нет. Масло ириса положить так, чтобы ты мог его почувствовать, ну, будучи человеком нетренированным, я тебе один раз показал, и в конце, типа, через час показываю, значит, парфюм, и ты его считываешь. Значит, что лежит его там. Ого-го-го. Много. На 50 тысяч рублей как раз положили. Ну, я считаю так. С горочкой. Некоторые парфюмы могут стоить столько денег. Я считаю, что этот парфюм стоит своих денег просто потому, что здесь играет все. И упаковка, и подача, и состав формулы, и, на самом деле, позиционирование бренда. Парфюм в таком сегменте и на такую аудиторию не может стоить дешевле. Его просто не купят. А, типа, зайдет клиентка, который, например, является клиенткой этого дома и скажет, а что так дешево? Именно. Я не хочу так дешево. Дайте подороже. Я тебе об этом и говорю. Ну что, мне кажется, нам надо завершать нашу серию разоблачения ароматов. Это еще один выпуск, дорогие друзья, когда мы здесь все очень активно нюхали, а вы просто смотрели этот выпуск. Я до сих пор не понимаю, как вы это делаете и почему вы вообще это смотрите. У меня, кстати, тоже очень много вопросов на это что-то, потому что я не понимаю, как можно передать все то же самое. Да, но я надеюсь, что вам нравятся наши выпуски. Если они вам нравятся, поставьте лайк этому видео обязательно, подпишитесь на наш канал, отправьте это видео кому-нибудь из своих друзей и напишите нам какой-нибудь комментарий. Мы будем очень рады. И я уверен, что мы с Ярославом снимем еще и третью серию, позовем какую-нибудь новую жертву, которую мы будем здесь нанюхивать, и очень скоро вы это увидите. Спасибо тебе большое, Ярослав. Было интересно. Я очень хочу понюхать что-нибудь, например, этот ковер сейчас, для того, чтобы немножечко освободить свои эти, как ты назвал эти места? Обонительные питы. Вот. А я пойду обливать Лешу тубероскриминель. Да, сейчас мы будем ставить новые эксперименты. Спасибо вам большое. До встречи очень скоро в новом видео. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok